Предприятия оборонно-промышленного комплекса появились в Алтайском крае, а точнее были эвакуированы еще в годы Великой Отечественной. Станкостроительный завод для НУШТАРМИ выпускал патроны, трансмаш, двигатели для танков Т-34. Аппаратурно-механический завод изготавливал кислородные маски для летчиков. Позже появился радиозавод и ряд других. Уже тогда на предприятиях использовали термин «бронь», когда даже самых высококлассных специалистов не пускали на фронт. Сегодня о броне заговорили снова после того, как президент страны Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Те, кто трудится на оборонно-промышленных предприятиях, имеют право оставаться на заводах. Но из тех, что сохранились до наших дней и небольшого числа новых производств, в списке оказались не все. Поэтому вот только такие предприятия, я вам говорил, «Барнаутрансмаш», «СИП-прибормаш», Оля Умна из завода ФНПЦ «Алтай», ну, может быть, кто-то еще, «Ротор». Они есть в списке предприятий, работники которых освобождены по броне. Но я так полагаю, что не все 100%, а только те, которые работают в производстве. По словам Бородина, спецоперация дала толчок росту заказов по линии оборонки. А значит, нужно больше специалистов. В последнее время их много где не хватало. В ходе подготовки материала мы ожидаемо столкнулись с тем, что сотрудники предприятий оборонной промышленности неохотно идут на контакты с прессой. И это понятно. Возможно, и они не знают, как отразится мобилизация на их заводах. Но уже очевидно, что предприятия других отраслей заметно страдают. К заводу сегодня неожиданно стали привлекательными. А все потому, что они могут дать бронь сотрудникам. Возможно, отсрочка от мобилизации перераспределила потоки рабочей квалифицированной силы. Мы находимся в активном подборе конструкторов, технологов. И параллельно узнаем о том, что у нас есть отток у наших партнеров, отток этого персонала на оборонные предприятия. Услышали про мотивы увольнения, что, например, я перехожу на Трансмаш, потому что там есть бронь. Это было прямо самое начало. Никто не оглашает цифры, сколько людей перешло на заводы. Но по информации собственных источников, знаем, что туда сейчас активно уходят люди. От оттока кадров могут пострадать частные компании, особенно мелкий и средний бизнес. Сейчас сообщество предпринимателей ищет выходы из ситуации и пишет обращения на разные уровни. Вы знаете, вот, например, один коллега мой сделал вполне, на мой взгляд, разумное предложение. Давайте, в первую очередь, так скажем, мобилизационный ресурс формировать из людей, естественно, призывного возраста, прошедшие соответствующие обучения. Но те, которые сегодня, допустим, стоят на бирже труда в поисках работы. По крайней мере, с точки зрения экономики, нагрузка будет минимизирована. То есть, эти люди не уйдут с предприятий, которые в них нуждаются и в которых они работают. Отстрочку от призыва попросили алтайские строители и аграрии. Иначе работа на объектах может быть заморожена, пока мобилизуют целые бригады. А поле могут лишить незаменимых аграриев и специалистов по защите растений. Официального ответа эти отрасли пока не получили, а мы продолжаем следить за развитием событий.